Сегодня у нас очень большое мероприятие. Мы сегодня проводим расширенный общественный совет партийного проекта «Женское движение Единой России». И на данном мероприятии мы пригласили членов общественного совета. Сюда входят общественные организации женские. Это, прежде всего, Союз Женщин России. Это Совет Солдатских Матерей. Это «Моя мама может» и многие-многие другие женские организации, которые заинтересованы в поддержке женщин Вологодской области. Помимо членов общественного совета, с нами на связи наше местное отделение Союза Женщин России. В режиме ВКС в каждом муниципальном образовании подключаются районы, и наши женщины активно будут принимать участие в этом мероприятии. Вопросы мы обсуждаем очень важные и серьезные сегодня. В прошлом году, в конце года, буквально, была утверждена стратегия в интересах женщин до 2030 года. И сейчас активно формируется план мероприятий по реализации данной стратегии. Как на федеральном уровне, так и на уровне Вологодской области и других субъектов должны появиться такие документы, как план мероприятий по реализации стратегии. И, конечно, нам очень важно, общественным организациям, чтобы как можно больше мероприятий вошло в этот план. И вот мы сегодня с самым главным вопросом как раз обсудим, какие, по мнению женщин, необходимо провести мероприятия в Вологодской области в течение и этого года, и последующих лет по поддержке наших женщин. А направление очень серьезное. Прежде всего, это, конечно, поддержка женщин, которые занимаются бизнесом. Сегодня очень много вопросов. И женщины, которые, к сожалению, не заняты, находятся в декретном отпуске, воспитывают детей. Сегодня найти дело свое, устроиться на работу не всегда просто. Поэтому сегодня в рамках партийного проекта появляются очень интересные программы, очень интересные проекты. И мы бы хотели, чтобы эти проекты вошли в наш план. Например, женские клубы. Сегодня уже в 16 субъектах созданы такие женские клубы при центрах занятости. Мы тоже готовы. В ближайшее время дадим старт этому проекту. И при центре занятости в Вологодской области будет женский клуб, где женщины могут получить юридическую помощь, психологическую помощь, получить новую профессию, переобучиться, а потом уже заниматься своим трудовым делом. Поэтому очень интересный проект. И мы будем рекомендовать сегодня правительству как раз вот этот проект включить в план мероприятий на 2023 год. Очень важно, помимо поддержки женщин в бизнесе, конечно, поддержка женщин, чьи мужья, чьи сыновья сегодня находятся в зоне спецоперации. Сегодня это особая задача всех органов власти. И, конечно, мы бы хотели, чтобы в рамках наших мероприятий было уделено как можно внимания больше именно оказанию поддержки таким семьям, таким женщинам, таким матерям, таким сестрам, которые находятся в такой ситуации. Поэтому здесь тоже будет много предложений звучать по реализации этих направлений. И вот один из них, из этих направлений, конечно, такие направления, как, например, новый партийный проект, который у нас в области уже реализуется. Это курсы сельстринского дела. Сегодня этот проект направлен на обучение женщин-волонтёров, которые в свободное от работы время могут оказывать дополнительную медицинскую помощь в наших медицинских учреждениях. Курсы сельстринского дела в Вологодской области уже запустили. И уже первая группа женщин-волонтёров получит обучение. И 28 апреля мы вручим первые сертификаты. Очень важны проекты, такие как «Людям о людях». Сегодня очень важно воспитывать наших детей, нашу молодёжь на хороших, простых примерах, какие есть замечательные труженицы в Вологодской области, какие замечательные люди, которые своим трудом делают нашу Вологодскую область лучше и краше. Поэтому проектов очень много. Вот сегодня о них мы поговорим и будем рекомендовать правительству включить в план мероприятий вот такие интересные проекты для их реализации в Вологодской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова